Давайте поговорим о технике. И вот первое, что меня интересует, это дело Моторсичи, которое вот у нас прогремело недавно. Это дело, в котором поставлялись российской военной технике наши двигатели украинские. Теперь это все приостановлено. Вопрос. У России есть чем заменить двигатели для вертолетов, которые поставляла Моторсич? И могут ли они их ремонтировать без запчастей от Моторсичи? Нет. Ответ очень четкий, понятный. Нет, не могут. Им нечем заменить на самом деле. Дело ведь в том, что один из самых важных компонентов в авиации – это всегда двигатель. Это на самом деле немного государств в мире могут строить и делать двигатели. Например, в гражданской авиации, либо не только в гражданской, в других практически, не знаю, процентов, может быть, 70, где-то в мировой авиации стоят двигатели Rolls-Royce производства. Я к тому, что это, в принципе, уникальные технологии, которые есть. Если вы научились делать хорошие авиационные двигатели, либо для вертолетов, для самолетов, и они пользуются спросом, они качественные, они достаточно имеют хороший ресурс своей работы, то, в принципе, это очень хорошая тема и хорошее производство. Россия не может на сегодняшний день это заменить, потому что санкции, раз, во-вторых, то, что они, ну, например, вот с 2014-2015 годов у нас на самом деле военно-техническое сотрудничество с Россией должно было быть прекращено по понятным причинам. Аннексия Крыма, война на Донбассе и так далее. Но, как мы видим, к огромному сожалению, нашлись такие предприятия, да, как Матросич, которые все-таки обходили запреты и продолжали поставлять нашему врагу двигатели. Но Россия, вот с 2015 года они поставили задачу, после того, как Украина перестала торговать в большинстве случаев и продавать какие-то комплектующие, либо готовые виды вооружения, поставлять Россию, они хотели это заменить, они искали, понятно, Беларусь не конкурент, Беларусь не заменят, у них нет вообще той оборонной промышленности, которая была у Украины, и кооперации с российским рынком. Они не смогли заменить, поэтому 815 компонентов надо было заменить по программе импортозамещения, начиная с 2015 года в России. Они в 2016 году опубликовали отчет, что их было около 20 таких элементов, потом перестали отчет публиковать. Объясните мне такую вещь. Вышел из строя двигатель по какой-то причине, по поломке. Все, вертолет не ликвиден? Не, но можно снять с другого вертолета, который стоит. Значит, другой вертолет не ликвиден? Ну да, да, так и будет. Это же называется, поэтому и каннибализм так называется, среди техники. Достаточно много такой техники. Смотрите, например, танки, которые в России снимаются с хранения. Сразу минусуются танки с хранения, минусуются 30-40% техники. Поскольку они есть по документам, номинально они числятся, но фактически, во-первых, у многих нет уже запчастей. Их разобрали для ремонта других, либо ремонта иностранных заказов, которые выполняла Россия. Либо, во-вторых, они в достаточно таком плохом техническом состоянии. Их ремонт будет стоить усилий, денег, времени и так далее. Так же и тут будет. Подождите, смотрите, сейчас уже есть конкретный пример, как ремонтируют Боинги, либо другие самолеты, гражданская авиация России. У них же тоже им санкции пошли на этот сектор. Они разбирают самолеты. Ну, то есть пока есть что разбирать, будут разбирать. Дальше, когда уже не будет что разбирать, все, уже будет нечему лететь. На какие вертолеты, можно сказать, на какие вертолеты ставятся эти двигатели? Разные типы вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24. Это гражданские или военные вертолеты? Ну, он может использоваться, но это преимущественно все военные. Ми-8 можно использовать для гражданских, нужно съедотранспортные. Но, опять же таки, они все могут использоваться и для гражданских, и для военных. Подвесил вооружение в достаточном количестве. И вот крушение истребителя 130, это доказывает или нет? Вот последнее, которое там два пилота или задохнулись, или потеряли сознание. Вообще, что произошло? Вроде бы ремонтируемый самолет. В отчасти это доказывает. Одна из причин, почему так происходит, это возрастающие нагрузки на сами борты, на саму авиацию. Они эксплуатируются в достаточно таких интенсивных условиях. Соответственно, требуют более частых ремонтов, осмотров и так далее. И инженерно-технического надзора. Ну и, соответственно, в ремонте в запчастях к тем же самолетам Су используются иностранные комплектующие. То есть в России нет замкнутого цикла от нуля до ста процентов полностью за счет своих технологий производить самолеты, либо запчасти к ним. У них этого нету. Более того, у них не оказалось технологий для того, чтобы в самолете Су-57, который они называли пятого поколения, самому современному, поставить двигатель современный. Без западных комплектующих они этого сделать не могут. Также и тут действительно все-таки провал импортозамещения и интегрированность достаточно, на самом деле, большая российской оборонки в мировые рынки там до 2015 года и так далее. Она привела к тому, что российский военно-промышленный комплекс, он надеялся на помощь западных компаний и других там, не только западных. Сейчас, когда с санкциями возникли проблемы с запчастями, понятно, что техническое... Это обозначается и на техническом состоянии некоторых бортов. И причина таких катастроф, которые мы видели там в Йейске либо в Иркутской области, это как раз одна из причин техническое состояние. Второе. Это невозможность наверняка предоставить качественное надлежащее техническое обслуживание бортам в условиях интенсивной нагрузки ведения боевых действий и их вылетов. И следующий момент, это, конечно же, тут он идет в комплексе, нагрузка на пилотов, потери среди пилотов, которые несет Россия и понесла отсутствие пилотов с достаточным количеством налета часов. Это все вместе. Ну, оно все сыграло фактор. Но отсутствие действительно надлежащего технического обслуживания, оно имеет достаточно серьезное влияние. Субтитры создавал DimaTorzok